Добрый вечер, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных торговле без индикаторов, я расскажу о паттерне «Двойная вершина» или «Двойное дно». Эта фигура похожа на голову и плечи, о ней мы говорили в прошлом уроке, но у «Двойной вершины» есть ряд важных отличий, о которых расскажу сегодня. Но прежде чем начнем, предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, используя какие-нибудь идеи, пока вы не ознакомились со всеми рисками. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на представленном слайде. Сегодня мы рассмотрим паттерн «Двойная вершина» или «Двойное дно». Вначале покажу ключевые особенности фигуры. Паттерн выглядит просто и кто-то может подумать, что в нем нет никаких подвохов. Но не спешите так думать. Сегодня я постараюсь показать те особенности паттерна, о которых знают далеко не все. Далее расскажу, какое поведение покупателей и продавцов стоит за фигурой «Двойная вершина» или «Двойное дно». Мы разберем, за счет чего формируется паттерн. В первую очередь, за счет каких заявок. А понимая, за счет чего формируется паттерн, вы можете точнее читать поведение цены. Когда вы точнее понимаете движение цены, тогда вы можете делать предположение о направлении. А это основа прибыльных сделок. А в конце нашей встречи мы выясним, где стоит искать фигуры. Где паттерн говорит о вероятном развороте, а где разворота ждать не стоит. В этой части нашего занятия посмотрим разные варианты схем формирования двойной вершины или двойного дна. После чего на реальных графиках закрепим понимание. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, также расскажу в конце занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах». Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Двойная вершина или двойное дно, так же как и голова и плечи, формируется на трендовом движении. Тренд вверх возникает, когда цена обновляет максимум. Тогда на графике цены мы видим появление все новых и новых вершин. На схеме это зеленые маркеры. Второй признак – цена достигла последнего максимума, но от него развернулась. Протестировала, но не смогла преодолеть. Зеркальная фигура формируется на нисходящем тренде. Только в этом случае цена тестирует минимум. Если цена в боковике, то двойная вершина дно не дает подсказок для чтения цены, так как при боковом движении много шума. Но есть небольшое исключение и о нем сейчас расскажу. Если уж использовать паттерн в боковике, то лучше всего это делать на границах боковика. Потому что у границ вероятен разворот тенденций и двойная вершина дно часто об этом предупреждает. Подведем промежуточные итоги. Фигура двойная вершина дно формируется на трендовом движении. Также ее можно использовать, если она появилась на границе боковика. Окончательное формирование происходит после того, как цена достигла, но не обновила максимум или минимум. Теперь посмотрим, какое поведение покупателей и продавцов приводит к двойной вершине на восходящем тренде. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать длинную позицию, выставляя sell limit. Кто-то будет открывать короткую, также выставляя sell limit. Если давление рыночных продавцов слабее давления рыночных покупателей и под уровнем выставлено не так много заявок sell limit, то цена преодолевает уровень и тренд продолжается. Поэтому пробой уровня сопротивления говорит о силе покупателей. Теперь посмотрим, как возникает двойная вершина. В отличие от фигуры голова и плечи, кому интересно, как формируется голова и плечи, смотрите мой вебинар «Фигура голова и плечи. Полное руководство» от 5 декабря 2019 года. Ссылка на вебинар в правом верхнем углу. Итак, в нашем случае плотный заявок sell limit находится вблизи уровня сопротивления и давление осуществляется в основном силами рыночных продавцов. Поэтому, когда цена подходит к максимуму и останавливается, включаются рыночные продавцы, после чего движение разворачивается вниз. Таким образом, если цена формирует двойную вершину, это говорит о слабости покупателей. Зеркальная ситуация для движения вниз. Каждый новый минимум на нисходящем тренде привлекает покупателей. Если баланс на стороне продавцов, то цена преодолевает уровень поддержки и снижение продолжается, что скажет о силе продавцов. Но в том случае, когда близко к уровню скапливается большое количество заявок на покупку buy limit и сила на стороне рыночных покупателей, цена не может преодолеть уровень и на графике мы видим, как цена тестирует уровень поддержки. Это говорит о слабости продавцов. Но нужно помнить, что слабость продавцов не означает разворот тренда. Кратко подведем итоги. Двойная вершина или двойное дно формируется на графике, когда начинает ослабевать основная тенденция. Но это не говорит о конце тенденции, поэтому работать контртренд не нужно. Теперь, когда вы увидите формирование паттерна, будете ждать боковика. И в этом случае закроете всю свою позицию или хотя бы ее часть. Правда, есть ситуация, когда фигура даст сигнал к развороту. И об этом мы сейчас с вами поговорим. Мы похожий пример разбирали на вебинаре про паттерн голова и плечи. Но у двойной вершины есть своя особенность, которая связана с тем, что в отличие от головы и плечи двойная вершина, фигура более слабая. Слабость ее в том, что она тестирует уровень. А это говорит о том, что на уровне не так много заявок селлимит. Так как было бы их много, цена не тестировала уровень, а развернулась бы раньше. Возвращаемся к схеме. Цена подошла к уровню со старшего таймфрейма и на нем сформировалась двойная вершина. Даже при том, что уровень со старшего таймфрейма, мы ожидаем, что цена пробьет его и пойдет дальше в направлении тренда. Особенно в случае двойной вершины. Поэтому уровня недостаточно и вторым условием для разворота локального тренда будет глобальный тренд. Таким образом, если цена на часе снижается, а потом на часовом уровне формируется двойная вершина, тогда с высокой вероятностью можем ждать разворота локального тренда на этом уровне. Но в случае двойной вершины и этого недостаточно. Хорошо, но недостаточно. Поэтому покажу, на что еще нужно обращать внимание. Первый признак – пробой последнего минимума в первом случае и максимума во втором. На схеме они отмечены стрелками. Второй признак – цена пробив уровень не приближается вновь к уровню, на котором сформировалась фигура. Цена должна показать слабость в направлении локального тренда. На схеме галочкой отметил желательное движение, подтверждающее разворот. Таким образом, у нас теперь есть два дополнительных условия, повышающих вероятность разворота при формировании двойной вершины или двойного дна. А теперь закрепим полученную информацию на реальных графиках цены. Посмотрим первый пример. После сильного снижения цены происходит откат и на уровне формируется двойная вершина. Обратите внимание, что в дальнейшем после пробоя цена откатилась к уровню. Еще пример. Цена снижается, формируется двойное дно, после чего тренд сильно слабеет, но потом цена пробивает уровень, откатывается к нему и продолжает движение дальше вниз. Следующий пример. Цена снижается, затем на уровне формируется двойное дно и после этого тренд слабеет, но потом вновь продолжается. Поэтому фигуры двойное дно, двойная вершина и голова и плечи это в первую очередь фигуры ослабления тренда. Обратите внимание, что прежде чем окончательно пробить уровень, цена тестирует его. И последний пример, в котором показал, как можно использовать фигуру двойное дно для открытия сделки. Цена идет в восходящем тренде. На откате к уровню формируется двойное дно. В данном случае сформированное двойное дно увеличивает вероятность того, что цена отбилась от уровня поддержки. Цель в данной сделке на покупку может быть ближайший уровень сопротивления. Если подвести краткий итог, то можно сказать, что фигура двойное дно или двойная вершина часто формируется на уровне. Поэтому так важно понимать, по каким принципам строятся уровни. И сегодня для самых активных я приготовил подарок, в котором поясню, часто задаваемый мне вопрос, в каких случаях использовать для уровня фитили свечей, а в каких использовать тела. Друзья, тем, кто оставит под видео самые интересные комментарии, я вышлю в подарок методичку «Как отмечать уровни на графике цены». Первые пять комментариев получит приз вне конкурса за решительность, потому что в трейдинге смелость также важна, как и правильность действий. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!